Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. И сегодня уже в полном составе мы расскажем вам обо всем самым интересном, что произошло в нашем городе за минувшую неделю. Ну что, Ирина, расскажи мне, что интересного произошло в мое отсутствии? Ты знаешь, наверное, самым ярким событием стало авиашоу на аэродроме в Панино. Не только потому, что зрители своими глазами могли увидеть фигуру сложного пилотажа, но еще и смогли ощутить на себе все то, что чувствует летчик во время исполнения этих фигур. Петля Нестерова, штопор, полубочка и планирование с выключенным двигателем на взлетную полосу. Мастерство летчиков сверхлегкой авиации в День Воздушного флота России смогли оценить все желающие на небольшом аэродроме в Панино. Добрая традиция устраивать в этот день авиашоу зародилась у летчиков клуба «Аэромикс» уже давно. Но только в прошлом году его сделали открытым для всех желающих. К удивлению организаторов, праздник вызвал такой интерес у публики, что теперь его планируют проводить ежегодно. Мы раньше собирались просто своим кругом. Наш клуб, приглашали своих жен, детей, мы там делали для них показательные полеты, покатушки. Потом садились вечером за столы, отмечали этот праздник. У нас это все весело проходило. И постепенно это перерасло в такое вот мероприятие очень масштабное, в котором все хотят принять участие. Дельтапланы, парапланы, яки, сверхлегкие бекасы – всего в празднике приняло участие около 20 единиц техники. Ни один летательный аппарат не стоял мертвым грузом. Каждый хоть раз, но поднялся в небо. А управляющими летчики показали максимум того, на что они способны, и даже больше. Так, например, самолеты Х-32Микс обычно используются в сельском хозяйстве для опыления полей, а также в качестве учебной техники. Но сегодня именно на них выполняли такие сложные фигуры, как штопор и петля Нестерова. Фигуры высшего пилотажа на данном типе самолета, они запрещены для пилотов-любителей. Но так как я являюсь производителем их и должен испытывать их, вот я выполняю эти фигуры, но с учетом той, не превышая той перегрузки разрешенной, которая должна быть. Все пришедшие на шоу могли сфотографироваться рядом с самолетами и другой техникой, познакомиться поближе с их устройством и даже занять место пилота. Правда, не в небе, а на земле. Но обо всем интересующим, особо любопытных, с удовольствием рассказывали летчики. Олег Неживых летает с 14 лет. Он освоил 24 типа самолетов и с легкостью может рассказать о каждом. Это СЛ-39 самолет, скомпонован из двух самолетов, крылья у него от лешего, так называемого, а фюзеляш СЛ-39. Эта компоновка, она дала своеобразный положительный результат. Самолет прекрасно пилотируется, прекрасно летает, прекрасные характеристики взлетно-посадочные. Он сейчас находится в стадии испытания. Сегодня Корниенко Александр Петрович продемонстрировал полет на нем. Он из наших летчиков, первый, который его поднял в воздух, вообще этот самолет не летал ни разу. Главным организатором шоу выступил один из старейших авиаклубов Рязани Аэромикс. Сегодня этот клуб делает максимум для того, чтобы люди, стремящие себе небо, имели возможность воплотить свою мечту в реальность. В клубе осуществляют подготовку пилотов, пилотов-любителей, сертификацию авиационной техники и даже помогают желающим приобретать и обслуживать самолеты. Пошла такая тяга, видно уже надоело людям заниматься вопросами, как и где, что продать, что купить, заработать денег. Их достаток немножко лучше стал у людей. Поэтому не только хотят летать, а хотят и свои самолеты приобретать. Тем более самолет стоит где-то как средняя иномарка. И вполне можно приобрести. В России появились такие клубы, ведь человек как? Он не знает. А как научиться? Он не знает. А куда я его дену? Куплю самолет, в гараж его не поставишь. Как это сделать? Вот поэтому такие клубы с аэродромами, где можно стоянка, обслуживание самолета, заявка на полет. Это мы все выполняем, поэтому люди к нам идут. Именно здесь и начинает зарождаться интерес к авиатехнике у самых маленьких. Да и некоторые взрослые задумываются, а почему бы и нет? Ну а чтобы понять наверняка, рожден ты летать или все же ходить по земле, все желающие смогли подняться в небо и на себе испытать, что же такое перегрузки во время выполнения сложного пилотажа. Не знаю, как другие, но я для себя решила, что хочу и буду летать. Ну а у тебя какое самое яркое впечатление осталось после отпуска? Мне кажется, что ты будешь смеяться. Море и солнце, это, конечно, хорошо, но больше всего мне запомнился невероятно вкусный плов, который я попробовала во время отпуска. Ты знаешь, я смеяться не буду. Вот пока тебя не было, у нас в городе прошел первый фестиваль плова. И, кстати, там я тоже ела очень вкусный плов. Правда, никогда такого не пробовала. Фестиваль малины, праздник молодой картошки. Теперь вкусных событий в нашем городе стало больше. Узнать секреты поваров различных национальностей, проследить последовательность приготовления и даже попробовать традиционное блюдо восточной кухни – плов – смогли все желающие. Сегодня здесь, на этой площадке, около 20 поваров готовят плов по оригинальным, только им известным рецептам. У каждого блюда свой вкус, далеко не похожий на вкус того плова, который привыкли готовить мы, русские. Я много раз пыталась сделать плов, и у меня ничего не получилось, получалась каша. И я думаю, что не только у меня, и поэтому здесь не только показывают, какой плов на самом деле бывает, но и учат делать плов. Здесь два котла, где мастер-класс по приготовлению плова. Идея провести фестиваль плова пришла в голову лидеру таджикской общины. С его точки зрения, культурный обмен – это самый главный язык межнационального общения, а национальная кухня – неотъемлемая часть культуры любой народности. Ведь у нас сегодня во всем мире знают украинский борщ, весь мир с удовольствием, так сказать, угощается русскими блинами. А самым блюдом номер один в восточной кухне является плов. И поэтому мы решили угостить жителей города, гостей города пловом. Если представить себе, что кулинарные блюда, как и люди, имеют свою собственную историю, биографию, возраст, то плов, несомненно, можно отнести к разряду долгожителей. История плова своими корнями уходит в далекое прошлое. По одной из легенд, своему возникновению плов обязан самому Александру Македонскому. Великий полководец, завоевавший к тому времени Сагдиану, поставил перед поварами задачу – придумать такое блюдо, чтобы оно отвечало всем необходимым критериям в условиях военного времени. А именно, чтобы оно было вкусным и сытным, было привлекательным на вид и не хлопанным в приготовлении, в короткий срок им можно было бы накормить многотысячное войско. Таким блюдом оказался плов. И в самом деле, количество ингредиентов, необходимое для приготовления этого блюда, сведено до минимума. В плове семь основных компонентов. Это вода, масло, лук, морковь, рис, мясо, соль. А дальше уже секреты мастеров, что они добавляют. И у каждого мастера плов индивидуально, как отпечатки пальцев у человека. Конечно, ведь у каждого повара своя особенная рецептура. Так мы были очень удивлены, увидев в одном из котлов перцы, фаршированные мясным фаршем. Это специфический плов, который на вкус, опять же. Фантазия повара, как он готовит. Опять же, перцы сфаршированные. Это для того, чтобы придать вкус плову. А по большому счету, для приготовления плова оно роли нет. Сами повара утверждают, что никаких особых секретов у них нет. Хотя, может быть, они просто не хотят их раскрывать? Самый главный секрет, это считается, когда повар вкладывает душу. Надеясь, чтобы это был самый хороший плов. И люди, когда едя его, говорили, хороший повар, вкусно приготовил, дай ему здоровье. Вот секрет плова в чем. И все же у некоторых котлов собирались целые группы людей, которые с интересом слушали и старались запомнить рецепты приготовления плова. Соль добавляется, и она должна чуть-чуть вариться, чтобы мясо, которое жесткое было, черного состояния, она уже будет готова, уже поспевшая. Сок такой, весь сок, то, что от мяса, от лука, от моркови, вот эти индигренты, все вот этот вкус уходит в сок. Они показывали вообще полностью, как готовится с начала и до конца. То есть весь процесс мы стояли, наблюдали сами. Было желание попробовать приготовить кассу. Недовольных на этом празднике не было еще бы, ведь сытый человек всегда добр и весел. Вкусно? Очень вкусно. Очень вкусно. Вот язык проглотил даже, сказать, запетить не может. Здорово. А вы старый, как готовите? Готовим. Вот на сегодняшний праздник, что вы пишете, пловое для себя? Да, вот муж прошел по рядам, выспросил секреты. Наверное, мы применим это в практике. Помимо мастер-классов по приготовлению плова и дегустации этого блюда, был устроен концерт, который также познакомил рязанцев с культурой различных национальностей. Будем надеяться, что этот праздник станет ежегодным и второй фестиваль плова окажется не менее вкусным и интересным. Ириш, у тебя скоро день рождения. А ты уже думала, чтобы хотела получить подарок? Думала. Я сейчас рискую показаться нескромной, но мне все-таки кажется, что для девушки лучший подарок – это какое-нибудь драгоценное украшение. Ну, знаешь, с опытом, бриллиантом, изумрун. Обязательно драгоценное. Ну, желательно. Я вот могу сказать, что, например, изделие из бисера, если оно сделано из качественных материалов, если оно эксклюзивное, вполне может посоревноваться даже с драгоценным украшением. Сегодня библиотека имени Горького приглашает не только желающих пополнить свои знания посредством библиотечных фондов, но и ценителей красоты. Блеск золота и переливы драгоценных камней – за этим лучше идти в ювелирные салоны. Здесь же все с одной стороны проще, с другой сложнее. Проще, потому что изделие, представленное на этой выставке, создается из такого демократичного материала, как бисер. Ну, а сделать из него украшение, способное затмить изделие из драгоценных металлов – задача не из легких. Она оказалась под силу двум мастерицам – Елене Назарчук и Юлией Савченко. Их пути к этому виду творчества были различны. Юлия увлеклась этим осознанно, а вот Елене найти свое призвание помогла дочь. Дочь попросила, дочери на тот момент было 6 лет, она попросила сделать небольшое украшение в бисердном браслете. Завела в первый же попавшийся магазин, я еще тонкости такие не знала, какие производители выпускают бисерд, какой лучше, какой хуже, какой он вообще бывает. Первый раз я с этим материалом столкнулась. Скупили по цвету, ориентировались по цвету, купили два пакетика, дочь начала плести, но быстро охладела, к этой задумке отложила, перешла там, по-моему, на вышивку. Вот, мне пришлось закончить эту вещь. И вот в процессе плетения я поняла, что хочется чего-то еще и посложнее. И вот уже на протяжении 10 лет Елена создает эксклюзивные украшения. В своей работе мастерица использует не только бисер, но и натуральные камни, кристаллы и жемчуг Сваровский. Сложно представить, что эскизы всех этих сложных изделий рождаются в воображении Елены. Ей не требуется схема или зарисовки, все получается само собой. Я не художник, я рисовать совсем не умею. Вот карандаш, щелчка в руках, это не мое. У меня рождается где-то в подсознании какой-то образ. Сейчас начинаешь воплощать его в бисере, в камнях, в компонентах Сваровский. Конечно, во время исполнения уходим от того образа, который был предначально. Получается совершенно другое иногда. Но именно эскизов нет. Лена говорит, что свои украшения она создает для элегантных женщин, добившихся в жизни определенных высот, ценящих и любящих себя. А вот Юля старается делать разнообразные изделия, как для повседневной носки, так и для вечерних выходов. Я стараюсь себя не ограничивать в чем-то. У меня работы присутствуют и для более повседневного ношения, например, кулон и браслеты, также серьги, заколки могут быть. Но и для вечерних выходов тоже я стараюсь что-то плести. Юлия – ученица Лены. В желании совершенствоваться она вышла за пределы нашего города и посетила мастер-классы именитых мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Франции. И теперь результаты трех лет ее упорной работы вы также сможете увидеть на этой выставке. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Салон красоты Византия, площадь Политаева, торговый центр «Кристалл», второй этаж. Телефон 99-26-92. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова